Всем доброе утро! Ребята уже собрались. Григорий, пока! Люблю тебя сильно. Антошка обувается, да, Санюль? Когда Афоня поснёт, ты дай ему пять тортов. Стоит на место. Мы посмотрим, где у нас торт. А у Афоня. У нас сегодня чай с тортиком бабуля привезла нам деду ли тортик. Дед Лёня угостил вот такой крем-брюле. Вот, с варёной сгущёнкой. Поэтому чай и торт. Ну что, Афоня проснулся. Да, увидел тортик сразу. Давай его есть с чайком. Так что сейчас пойду приводить себя в порядок. Так, ну что, мы уже в комнатах убрались. Сложили постели. В общем, всё там пораскладывали по местам игрушки. И сейчас пришли на кухню. Я обычно, знаете, это всё старое сделать. Уже когда вот осень, когда уже на улице с утра прохладно. Мы выйдем немножко попозже на улице. В девять часов начнётся дом-два. Вы уж меня простите, что я опять. Но я себе для фона его включаю. И начинаю готовить кушать, убираться на кухне. Вот, хотя самое смешное, что здесь до десяти перерывки. Ну ничего, я сейчас тогда что-нибудь на планшете включу. Да, на ТНТ перерыв. Ну ладно. Хочу сегодня ещё испечь пирог со сливами. И на обед. Я, наверное, сделаю пюрешечку. А на ужин мы на обед скушаем селёдку. Потому что я купила две штуки, но мы вчера одну с вечера поели. Она настолько вкусная, не очень солёная. В общем, классная селёдка. И поэтому мы её схомячили целую селёдку за вечер. Вот. Так что, в общем, приготавливаемся, убираться и готовить обед. А это танцор, мамын. Ты танц... Танцуй. А ты не танцор, ты хвостун. Да, сына, ты хвостуха. Ну что, картошечку на пюре мы уже начистили. Я сюда, кстати, всегда ложу небольшой кусочек сливочного масла. И солю, в общем. И сейчас это всё будет вариться, вариться. А мы пойдём куда, Фонечка? Пошли на улицу уже? Пойдём, пошли. Я надеюсь, сейчас выгулять Афанасия и потом ещё пойти, когда он заснёт, испечь, как это называется, слива. Вот, сливовый пирог. Афон, иди, мамочка тебе поможет. Иди. А вот сын сам хочет. Что-то сам думает. Иди, мама тебе поможет. Иди скорее, сынок. О, привет! Оля, привет! Мы выходим на улицу, а Фоня не идёт, чтобы мама ему помогла. Он всё сам, ты видишь? Вот, молодец! Вышли мы на улицу. А у нас тут прям ветерок такой дует. Нормальный. Но солнышко всё равно выглянуло. Так что идём по улице на прогулку. Дышать свежим ветерком. Берёзка вообще обалденная. Уж такая жёлтая. Что за игру нашёл себе ребёнок? Открывать, закрывать калитку. Всё, закрыл, пошли. Пошли дедушку искать, пошли. Это ветер. Ветер. Давай, я тебя вытащу, давай. Вот вся комната, да? Да. Вся комната. Это у нас в каком-то колхозе хранилище, да? Ну да. А мы сейчас будем с Афоникой подкидывать бурячки. Да, бери, подкидывай. Вот туда, да. Вот так бабушка сказала подкидать, да? Да, бери. Да тут так места не хватит. Да, давай. Давай. И Афоня помогает дедушке с бабушкой, давай. Так, всё, с Афоникой мы подкидали отсюда. Теперь должны все влезть вроде бы. Афоня идёт спать, да, балуется? Пошли спать, пошли. Так, мы нарвали ещё петрушечки на улице, да, Афонечка? Ты будешь ещё хныкать? Да? Так, я сейчас селёдку разрезала просто на кусочки. Обычно я иногда, когда у меня есть настроение, я делаю прям такие филешечки. Вот. И сейчас сюда добавлю лучок, его типа а-ля замариную. Там, не знаете ли, 5 минут постоит в уксусе, потом я его промою водой, немножко посахарю, пожму-пожму и опять водой промою. Ну, в общем, не знаю так. Вроде бы, когда немножко кислинки есть, то мне кажется вкусно. Именно с рыбой. Ой, а Фоська нашёл перчатки. Это новые перчатки. Да, я даже не знала, что они у меня есть. Афонька узнала, да? Я уже про них и забыла. Никак. Тут надо ручку, ручку засовывать. Вот туда, да, вот так засовывай, засовывай. Ку-ку, нету ручки? Что это такое, сын? Нету ручки? Вот у тебя какие игрушки, да? Так вот так вот я залила лук уксусом, немножко его помяла. В общем, не знаю, немножко постоит. И потом переложу его. Промою, добавлю сахара, опять пожму, даже переложу. Ещё раз промою и переложу его сюда до рыбки. И я бы ещё добавила зелень. Но так как все же они не очень любят зелень, поэтому будет быть зелень и подсолнечное масло с запахом. Сделаю сюда тоже, полью. Ну, не сделаю, в смысле. Сюда полью подсолнечное масло с запахом. Вот, так что сейчас несколько минут лучок немножко покислеет. Перчатки не нужны, теперь нужны ключи. Ой, Афоня, ты чудак, нельзя туда становиться. Уже ж подумала о том, что можно туда снять и достать ключи, а их никак не достать, да, сын? Ну, никак, никак до ключей не достать, да? И что делать, сын? У нас ещё такая классная ключница. Такая вот такая картина. Ну, здесь просто речки. И мне так нравится, что здесь написано Кубань. Кому-моему, нам она очень подходит. А Афонике вот это не нравится, что она высоко, да, сын? Ну, не надо, нельзя. Пошли погуляем, пошли. Пошли погуляем. Только там тебе ещё не было, да? Ой, ты мой дочек. Ну, не надо. Афонька, нельзя туда лезть. Куда ты хочешь? Ты уже проснулся? Расскажи, дедушке, как ты спал. Куда ты? Что ты хочешь? Баба! Так, ну что, я уже растопила печку, пока Афоня спал. Честно, я посмотрела чуть телек, а он так быстро проснулся, всего лишь через час. И я сейчас буду... Что делать? Хочу испечь же сливовый пирог по рецепту семейной кухни. Вот у них относительно так недавно вышел этот рецепт. И гуляш делаю. В общем, сейчас делаем пирог. Так, приготовили мы две заготовки. Но я на всякий случай расскажу рецепт. Здесь, значит, взбиты два яйца, 150 грамм сахара. Вот, ну, белую, да, вот такую вот массу увеличенную. Также сюда чайная ложка разрыхлителя, пакетик ванилина. А здесь 125 граммов сливочного масла и 250 граммов муки. Все это перетерто в такую крошку. Сейчас мы все это соединим. И это наше тесто. Да, сын? Сына вот не достал, теперь ходит капризуркой. Так, вот такое вот тесто я выложила, такое как крем. Мягкое. Сейчас положу сюда сливы и присыплю их сахаром. Так, вот такая вот красота у нас получилась. Я немножечко со всем сахаром присыпала. Скорее всего, как бы для карамели. Потому что у нас там еще в рецепте был коричневый, но я добавила белый. Потому что у нас сливы домашние, они очень вкусные. Поэтому ставим в духовку, не знаю, на сколько, на минут 30-40. В общем, будем смотреть. Ага. Ты куда одеваешься, сынуля? Сынуль, что там за пальчики шевелятся, а? Что это такое за пальчики? Так, ну что, пирожок вообще настолько красивенный получился. Огромное спасибо семейной кухне. Я надеюсь, что он такой же вкусный. Мы продолжаем тут капризничать. Как можем, гуляем с ним вместе. Я пока тут еще поставила обжариваться мяско для гуляша. Ну, такое гуляш, не знаю, тушеное мяско будет. Вот. Сейчас добавлю лучка, морковочки. И такое с томатиком сделаем. Фунька тут после себя убирает. И опять все раскладывает. Ему так нравится сейчас ходить по этим силиконовым формочкам. Вообще, мне кажется, это какой-то прям массаж. Да, Фунь? Тебе нравится? А у нас тут жарится мяско. Продолжает жариться. Я почистила только лук и чеснок. Все остальное, морковку и перчик болгарский, все сюда закинула. Сейчас это немножечко потушится. Будем добавлять уже томат и томатную пасту. Ложку томатной пасты, томат, наверное, ложечку сметанки. В общем, вот такой вот соус будет тушиться, чтобы потом поливать этой подливкой наше пюре. Боже, люди, как круто, что у нас есть посудомойка, потому что она стоит на самом, ну, не на самом длительном, беззамачиваемом режиме. Вот этот тут так я сняла, потому что Афоня крутит непонятно на каком режиме и потом вытягивает. Поэтому, короче, вот так вот это все осталось. Как хорошо, что есть посудомойка, потому что с таким капризным Афоней, вот у него иногда все отлично. Вот были дни, когда до этого дня два, когда мы и буряки там с ним носили, и все нормально, он все живет, но бывают дни, когда он капризничает. И поэтому вам хорошо, что есть посудомойка, быстренько помыла, сразу главное, главное сразу пить она к посуде. Вот. Так что сейчас доготавливаем кушать и пойдем на улицу. Сейчас у нас полчетвертого. Вот тут помощник мне помогает. Помощник мой. Бабуля, а что это у тебя тут за хвостик? Попробовался? Что-то не понравилось? Нет, он ест капусту. Все он ест. На, руки вытирай. Спасибо, мама. Все, пирог был вкусный? Очень. Сливки такие отличные. Отлично. Видите, я вам позвонила, я сказала, что он... У тебя летающая тарелка? Ты полетел? Да бабули прилетел? Ага. Опа. На. Ну, нормально, должен что-нибудь разбить сегодня, да? Афанасия, успокойно. Бабуля, домой, да, бабуля? Ага. Ну, вы поедете здесь. Говори, до свидания, дедушка. Маши пока. Дедушка уезжает. А, ты будешь выезжать, дедуля? Ну, давайте, залазьте тогда. Пока-пока, мой золотой. Пока-пока, дедуречка, поехал, да? Что ты опять капризничаешь? А, я ему не дала самому куртку одеть. Он это вспомнил и хочет теперь ее снять. Мы вышли на прогулку. Вот тут вот, посмотрите, сидит собака. Ай, она приблудилась. Не знаю, чья эта собака. Ну, достаточно умная, то есть, когда ее отгоняешь. Но я все-таки не люблю животных настолько, не знаю, мне кажется. Когда я не знаю, что у Нюфы на уме. Хотя и людей тоже опасно подпускать близко к себе. Такая калина, посмотрите. Как бы из мороза, так она будет вообще такая вкусная. Я очень люблю калину. Небо у нас такое серое. Камень какое-то голубое, но на самом деле очень серое. А вот сейчас правильное. Садись, иди, я тебя покачу. Садись. Нет? Ты сам? Вот сейчас хорошо прям видно, какая тут тучка над нами. Опять наша березка. Я не могу. Я прям на нее так любуюсь. Она мне безумно нравится. Мне кажется, вообще она своим золотым видом прям поднимает настроение. Очень красивая. Так интересно наблюдать за деревьями. Акация, она совершенно не боится морозов. Несмотря на то, что были заморозки, у нее с листиками все в порядке. А вот орех сразу замерз. Сразу листья у него засохли, поморозились. Это грецкий орех. А вот с Акацией все в порядке. Она зелененькая стоит. И не желтеет даже. Заснула Соська на велике. Бедный. Так Афанасий решит заводить. Афанасий Сергеевич. Афанасий Сергеевич. Афанасий Сергеевич. Сирена босая, но где она пихая, она вас больше. А я хочу руль, а мое самому. А там что, нету больше руль? Нет. Надо найти, значит. Да что, руль, руль, руль. Так, поубирала я на кухне, потому что мы завтра вяжем, и это прям обязательное условие поубираться. Афоня, а ты ничего не перепутал? Мама, берегись. Привет. Хвостик маленький. Афонасий, иди к маме, скорей. Он как только заходит на кухню, сразу нужно поесть. Нет, хватит есть на ночь, нельзя. Пошли гулять, пошли. Где твои братаны, а? Ты подметаешь, сынок? Пока. Так, пошли сейчас. Сейчас тебя надо наказать. А ну-ка, пошли. Ты что делаешь? Ау. Ты что? Кто там? Это, это мама. Мама, мы сейчас тебе еще покажем трюк на промо-частье, подушек. Гриша, не надо, ты что? Нельзя на него прыгать. Нет, Гриша, я тебе запрещаю. Я тебе запрещаю. Нет, Гриш, я тебе запрещаю это делать. А мне? Гриша, то, что тебе нравится, это не есть хорошо. Ты слышишь меня? Мама, я потихоньку прыгаю. Гриша, ты слышишь маму? Да. Обещай мне, что ты так делать не будешь. Ну, на меня можно прыгать? Нет, ни на кого нельзя. Все, идем целоваться. Сейчас будем спать. Да, Афоня? Афоня, ты пойдешь спать? Пошли, надо Гришу нам поцеловать. Пошли. Гришуля уже улегся? Я немного, я вижу. На что? Да, потому что ты нас отправляешься. Мы хотели лишь поиграть. Да, время, ты видел? Пусть он со мной глянет. Спать будет с тобой? Ага. Ложитесь, все. Ложитесь спать, закрывайте глазки. Все, закрывайте. А глаза это у нас где? Не знаю, на руке, наверное. Вот это глаза, разве? Да. Это, по-моему, ноги. Смотри, я даже свернусь. Афоня, ложись. Ой, подружку. Теперь идем Антоху целовать, да? А ты что на полу? Давай ложись. Выкладывайся хорошо. Так, ну что, всем до завтра. На сегодня все. Огромное спасибо за ваши комментарии. Некоторые прям очень правдившные, прям жизненные. Нужно действительно учиться не обижаться, а сразу выяснить ситуацию и разговаривать. Ну, блин, может быть, лет через 10 я так смогу, но пока я все-таки обижаюсь. Вот, и до завтра. Пока. Завтра мы будем вязать петрушку. Ой, быстренько еще хотела сказать, что да, вопросы по поводу интервью пришли, на интервью с детьми пришли от Шуни Шуршуни. И поэтому мы с Григорием, наверное, снимем такое видео. Хотела на выходных, но эти выходные у нас немного будут заняты, у нас не будет дома. И думаю, что на следующей неделе обязательно постараемся снять.